Я болельщик, я люблю спорт. Сам начинал учителем математики, физкультуры, военного дела в 17 лет в сельской школе. Сам был чемпионом района по целому ряду видов спорта. Сам выступал на ведущей соревновании групповой Германии. У меня был второй результат по военному троегорию. И сейчас занимаюсь. У меня дома даже лозунг висит. Кто не научился играть в волейбол, теннис, бильярд и преферанс, тот полностью обокрал свою старость. Что касается футбола, это любимое занятие многих детей. Но я поражаюсь. Идите в Москве на любой стадион. Вы пойдете с двумя детьми, вам надо 10 тысяч в кармане, чтобы вы в воскресенье могли пару часов погонять. Для детей надо открыть все. Им должно быть доступно все. Абсолютно все. Тогда будут расти у вас многоборцы. Ребенок это многоборец по природе своей. Он обязан двигаться. Все, что не движется, все умирает. Он обязан заниматься. Он должен быть крепкий, здоровый, организованный. Так природа нас родила. Человек формируется в труде и преодолении. А спорт это высочайший труд. Это большое достоинство. Я когда был молодежным лидером в университете у себя, мне ректор Михалев, царство небесное, гений был в своем деле. Сказал, Геннадий, правильно ты делаешь, отставишь спортсменов. Даже троечник спортсмен. Это все равно талантливый человек. Абсолютно прав он был. Потому что спортсмен это одаренный человек. Это человек, который умеет трудиться. Правильно настаивают? Ну что это такое? Я посмотрел эти ставки, я знал того лишь. Одной зарплаты одного зенитовца хватит, чтобы 500 детских тренеров содержать. Ну они-то бегают на полусогнутых, 11 миллионеров и не хотят нормально играть. Ну ты одел футболку у страны, ты обязан выложиться. Они показывают там Кристиану, но он-то пашет на стадионе, пашет и работает. Я посмотрел счета его, но он работает, отдается полностью. А это ни тренироваться, ни бегать не хотят, ни за свою державу болеть. Нечего там делать таким. Давайте развивать детский и юношеский спорт. Я болел за Исландию, кстати. Молодцы, просто молодцы. Вы знаете, ну к этой петиции ведь надо относиться не как к какому-то факту, что действительно предлагают расформировать сборную страны. Ну сборная вещь такая, сегодня один состав играет, завтра будет играть другой состав. То, что сборная будет, это совершенно очевидно. Но я думаю, что вот эту петицию надо рассматривать как отношение нашего общества, значительной части нашего общества, уж точно болельщиков футбола, к той игре, которая показана на чемпионате Европы. Отношение игроков к той профессии, которой они занимаются. Это безобразное отношение к этой профессии и отношение к своей стране. Понимаете, когда люди действительно ни шатко, ни валко бегают по полю, получают такие деньги за свою так называемую игру. Но это же просто позорище. И вот об этом позорище в этой петиции и идет речь. Я уверен, что даже при том уровне развития футбола, который есть у нас, а он действительно сейчас достаточно низкий, что касается большого футбола, и связано это с тем, что детско-юношеский спорт находится в полном загоне, в абсолютно полном загоне, нет системы отбора талантливых футболистов. Но даже при этой системе можно иметь команду, которая будет играть с полной отдачей, с хорошим мастерством и получать абсолютно другие результаты, нежели они получили на чемпионате Европы. Но наши ребята по пляжному футболу играют прекрасно. Мы в футболу вводим четверку суперкоманд. Россия, Бразилия, Испания, Португалия. Юноши наши играют прилично. Куда они все деваются? Куда они деваются? В прошлый раз пригласил, говорит, болеть за кого? На баскетбол. Я говорю, скажи, за кого болеть? Там бегают два прибалта. Югослав один, австралиец один, два американца, один наш. И тут то же самое. За кого болеть, скажи мне? Я с удовольствием болеть буду. Но где наши лучшие традиции? Лев Яшин супер вратарь был. Какие фильмы о нем быть? Ну покажите. Я вот люблю посмотреть все на матч. Там много ярких передач. Но утром как включил, так все время дерутся. Ну я говорю, ну покажите. Эдуард Стрельцов. Эта звезда была потрясающей величины. Он 18 лет попал в сборную. Гений в своем деле был. Смотрите, у Лобановского тренировки, система, киевская Динамо. Да она играла вообще классно. Великолепно. У нас такая школа была чудная. Да и мы выступали везде на соревнованиях достойно. Вот последнее время. Только иностранцев возят, иностранных тренеров. Он по-русски толком говорить не умеет. И через переводчика установки дает. Ну, чтобы вырастить. Юра Семин, у меня был талантливым футболистом в этом самом в Орле. Когда подрос, я вижу, он лучше всех играет. Я упросил его, взяли тут в Москве в локомотиве. Он пробился. Он команду потом возглавил. Команда стала чемпионом. Он был талантливый человек. Он просто из рядового футболиста из Орловской школы. Превратился в чемпиона страны, в хорошего тренера. Ну, давайте поможем ребятам расти и развиваться. Тогда мы результат получим.